Судьба нашего города неразрывно связана с Коксогазовым заводом. Именно его открытие повлияло на развитие Видного, сделав город одним из выдающихся в Подмосковье. Предприятию уже 65 лет. У него своя история и свои герои. Происходит встреча тех, кто когда-то работал на заводе, кто сегодня работает на заводе, с учащимися вот этой второй школой. Происходит своего рода эстафета, передача своих знаний, своего жизненного опыта. Работать на московский Коксогазовый завод Виктор Маркин пришел в 68-м году, сразу после окончания школы. Потом была служба в армии, но после нее Виктор Анатольевич вновь вернулся на предприятие. От простого рабочего он дошел до начальника отдела сбыта. Говорит, что завод для него старый и очень любимый друг. Когда его позвали на встречу с молодежью, сразу согласился. Для ветерана это собрание важно вдвойне. Во-первых, встреча сначала со всеми теми людьми, которых я уважал, уважаю и еще долго буду уважать, потому что это люди, с которыми я работал. А что встретиться с молодежью? Ну, чтобы передать им вот это чувство, чувство гордости за свой завод, чувство долга перед этим заводом. Встреча проходила в необычной обстановке. Творческие выступления представителей поколения ветеранов и молодых ребят сменялись рассказами об истории Кокса газового завода и становлении нашего города. Для меня важно узнать об истории этого города, узнать о том, как жили люди до этого, как он развивался. Действительно интересно для меня. Возможно, именно в результате подобных встреч два поколения начнут понимать друг друга чуточку лучше. В планах историко-культурного центра проводить такие собрания и в будущем. Учащиеся видновских школ будут встречаться с представителями различных профессий, но с одной целью – получить бесценный опыт. Александр Шишов, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ